Библейский портал экзегет.ру представляет 20 глава Евангелия от Матфея для библейского портала экзегет. Я читаю свой перевод с некоторыми комментариями. И смотрите, 19-я, она про минимальные и максимальные требования. Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, трудно богатому войти в Царство Божие, и тот, кто последовал за мной, говорит, Иисус, оставив все, тот получит в мире гораздо больше. И вот все так максимально. Такие требования прямо высочайшие. И этим требованиям удовлетворить, наверное, практически невозможно. Но что у нас будет вот здесь и сейчас? Вот на что похоже Царство Небес, продолжает Иисус. Это, собственно, его речь, которая в прошлой главе началась. Один человек, хозяин в своем доме, рано утром отправился на ней от работников, свой виноградник. Ну, понятно, виноградник, он сезонных работ требует, да, то есть не надо все время там. А когда урожай собирают, то надо много людей сразу. Приходится нанимать тех, кто сезонные работники. Через три часа он вышел на рыночную площадь снова и увидел, что там стоят люди без дела. Он им сказал, идите и вы работаете в виноградниках, а я вам заплачу, что причитается. Смотрите, уже договоренности особо нет, потому что те все равно опоздали. Вот их не наняли, да? Им уж хоть какая плата. Те пошли. Точно так же он поступил через шесть и через девять часов после рассвета. Наконец, за час до заката он вышел и застал людей, которые все еще там стояли, и спросил их, что же вы тут стоите без дела? Они им отвечают, нас никто не нанял. Но при этом они стоят. Смотрите, могли бы давно разойтись по домам, а они просто ожидают. Какая-то надежда хотя бы есть. Он им говорит, идите и вы в виноградник. Когда настал вечер, хозяин виноградника велел своему управляющему подозвать работников и отдать им плату, начиная с последних и заканчивая первыми. Во-первых, логика уже странная, да? Этот хозяин такой очень своенравный человек. Надо бы наоборот. Но эти последние, они прям у него привилегированы, они прям любимчики. Почему он так себя везет, увидим. Те, кто начал за час до заката, получили по динарию. А динария – это стандартная плата работнику в день. А первые работники, подходя, думали, что им достанется больше. Но и они получили по динарию. После расчета они стали раптать на хозяина. Эти последние, они работали всего час, это уравнял их с нами. А мы тяжко трудились весь день по самой жаре. Представляете себе, жара на Ближнем Востоке, да? И вот они 12 часов пахали на винограднике прямо вот под градом. Уж, наверное, можно было им побольше дать. Хозяин ответил одному из них так. Друг, я ничем тебя не обделил. Ты ведь подрядился за динарий? Бери, что тебе положено, и ступай. А я хочу дать вот тому последнему столько же, сколько и тебе. Разве я не вправе распоряжаться своей собственностью, как захочу? Или ты злишься лишь из-за того, что я добр? Так многие из первых станут последними, а последние первыми. Это выражение уже у нас было. И смотрите, вот эти главы 18-е, 19-е, теперь 20-е, они во многом про последних и первых. Люди соревнуются, люди хотят достичь каких-то успехов, подняться на пьедестал почета. Что в спорте, что в политике, что даже в бытовой какой-то ситуации. Да, вот как, не знаю, на дорогах там обгоняют друг друга. Нет, я первый проеду этот перекресток. Да, даже если там разница в две секунды. Но я первый. И Иисус говорит, нет, а в Царстве Божьем все совсем иначе. Вот последние становятся первыми. По прихоти хозяина. Справедлив ли хозяин? Нет. Милосерден ли он? Да. Он последним дал, как первым. Конечно, эту притчу очень любят приводить как оправдание для последних. Не бойтесь, не стесняйтесь, вы ничего не потеряли. Те, кто, допустим, приходят к вере в конце своей жизни. Те, кто, ну знаете, как вот пасхальное слово Иоанна Златоуста, огласительное, постившиеся, не постившиеся. Те, кто в одиннадцатый час только пришел. Воспримите динарий, вы ничего не лишаетесь. Почему так? Почему не дать первым больше? А потому что не по заслугам. Потому что все по милости. По заслугам вот ты и получаешь свой динарий. Но милость, когда дают больше. Тебя не лишат того, что тебе положено. Но надо понимать, что даже если тебе не положено, тебя все равно этого не лишат. Стоит тебе только захотеть. А ведь они, да, не работали на жаре. Но на жаре 11 часов стояли, надеясь, что кто-то их наймет. Это не их вина, что их не наняли. Ну, может, они не самые расторопные. Может, они позже других пришли к нанимателям. Но это не страшно. Только это не уравниловка, а что-то другое. Это милосердие. И вот Иисус отправился в Иерусалим. По дороге он отвел в сторону 12 учеников и сказал им... А, между прочим, да, вот они тут волнуются, кому достанутся какие почести, кто там на каком месте будет. Об этом ли надо волноваться? Итак, мы выступаем в Иерусалим. Сын человеческий будет предан руки первосвященников и книжников. Они осудят его на смерть и предадут язычникам. Те с издевательствами подвергнут его бичеванию и распятию, но на третий день он пробудется. Вот, казалось бы, уже, да, все сказано напрямую. А эти все выясняют, кто первый, кто главный. Тогда к нему подошла мать сыновей Зеведея. Это Яков и Иоанн, да, двое из апостолов. Они братья родные. Вместе с сыновьями поклонилась ему просительно. Иисус спросил, чего она хочет, а та отвечала, повели, чтобы двое моих сыновей сели по правую и по левую руку от себя в твоем царстве. Ну, то есть были вторыми после тебя, как второй и третий, да. Только что он говорит, осудят, предадут язычникам, подвергнут бичеванию и распятию. То есть по правую и по левую руку будут тоже распятые, кстати, будут. А она говорит, давай моих сыновей. Она просто не понимает. Вот, знаете, у людей бывает так, и очень часто это можно наблюдать. У них есть в голове какая-то картинка. Все, что не вписывается в эту картинку, они просто не слышат и не видят. В упор мимо проходят, не замечают. И здесь то же самое. Вот она только про славу. И до самого момента распятия очень много кто так. Иисус сказал в ответ, вы не понимаете, чего просите. Можете ли испить из той чаши, из которой мне предстоит пить? Он, конечно, имеет в виду страдания. Они думают, о, наверное, там какая-то особая шикарная чаша, из нее, наверное, не каждому дают. Те соглашаются, можем. Он говорит им из той же чаши, что и я. Вы будете пить. А вот сесть по правую и по левую руку от меня, не от меня это зависит. Там сядут те, кому это уготовано моим отцом. То есть, чем точно совершенно верующий может уподобиться Христу, это в его страданиях. Тут только достаточно готовности. А вот занять почетные места, это уже уготовано отцом. То есть, определяется даже не Иисусом, может, тем более не человеком. Ну, тут начнут нам говорить, это же троическое богословие. Как это может быть противоречие, может знать отец, но не знает сын. А вот да, вот в Евангелиях это есть. Он дистанцируется иногда от отца. Собственно, на чем троическое богословие основано, что отец и сын – это все-таки не совсем одно и то же. Десятеро прочих услышали это и возмутили словами двух братьев. Им бы возмутиться тем, что вот так непонятливо они себя ведут, а они, видимо, думают, эй, эти наши впереди нас лезут первые места занимать. Так нечестно. Иисус подозвал их и сказал им, «Вы знаете, правители народов ведут себя с ними, как господа, а высшие знают, властвуют над ними. А у вас будет иначе. Кто из вас хочет возвыситься, пусть станет вам слугой. И кто из вас хочет оказаться первым, пусть станет у вас рабом. Так и сын человеческий пришел не чтобы ему служили, а чтобы самому послужить и отдать душу свою, как выкуп за многих людей». Такие странные слова, да? Вот, разве плохо стремиться, ну, не к деньгам же, не к карьере, а к тому, чтобы быть ближе к Иисусу. Казалось бы, к какой-то нарочитой духовности. А он говорит, Иисус пришел, сын человеческий пришел для того, чтобы послужить, а не для того, чтобы выстраивать тут парангу. Когда они выходили из Иерихона, за Иисусом следовала огромная толпа, а в дороге сидели двое слепых. Услышав, что приближается Иисус, они закричали, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Вот часто в такой роли оказываются в Евангелиях именно люди с безнадежными какими-то проблемами. Вот слепые, которые живут подаянием, не знают утром, будет ли у них ужин сегодня, да? Вот пока много всего в жизни есть. Вот хочется занять положение повыше. Вот еще бы немножечко денежек, там, почести, дом бы покрасивее, жену помоложе. Вот это все, да? А когда совсем ничего нет, вот остается только просить сразу обо всем. И последние становятся первыми, как несколько раз было повторено в Евангелии от Матфея до того. Толпа их ругала и требовала замолчать. Там у всех духовные проблемы, а эти просто слепые. А они кричали все громче, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов», тем самым проявляя свою веру. Иисус остановился, подозвал их и спросил, «Чего вы от меня ждете?» Говорят ему, чтобы наши глаза видели. Иисус жарился над ними, прикоснулся к их глазам, они тут же прозрели и последовали за ним. Вот попросту, безо всяких этих идей о первенстве, о иерархии, о чем-то еще. Вот есть только одно, чего они просят. Это одно они получают. Потому что именно этого и просят, потому что именно это им очень нужно. А когда куча всего вокруг наворочена, то да, начинают люди думать, кто там первый, кто по правую, кто по левую, кто чемпион, а кто вице-чемпион. А тем временем, ведь никто же не понял его слов, что он идет умирать. Вот это умирание начинается уже с 21 главы, хотя до распятия еще далеко, но мы увидим какие-то в ней очень важные события и, собственно, вход в Иерусалим, начало страстной последней недели.